Всем добро, с вами Каролина и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы с вами поговорим о новом прослушивании. Посвящено оно будет PNation, а точнее их новому аутишену, который максимально простой и при этом не ограничен по времени, как они сами заявляют. То есть конкретных дат каких-то нет и критерий в принципе тоже никаких нет. Так что давайте поскорее перейдем к разбору этого самого прослушивания. Ну и конечно же подписывайтесь на мои социальные сети, а я вас всех очень сильно люблю. Ну а мы начинаем. Ну и конечно же данное прослушивание происходит по имейлу. Вам нужно зайти на сайт PNation, как всегда ссылочка будет в описании, скачать там анкету, заполнить ее, мы с вами чуточку позже ее разберем, и отправить им с прикрепленными файлами. И вот кто может участвовать, а это любой желающий, вне зависимости от возраста, пола, расы, национальности и всех прочих вещей. У них есть определенные категории, это вокал, рэп, танцы и продюсирование. При этом, когда вы отправляете заявку как продюсер, вам нужно прислать им лирику и свою демку. Что касается всех остальных пунктов, то там, как всегда, все стандартно. Вы поете, вы танцуете, и по длительности это не должно быть больше, чем 1-3 минуты. И вы, конечно же, можете отправлять заявки по разным талантам, то есть вы можете не ограничиваться лишь одной категорией. Также, что касается дополнительной информации, это то, что успешных кандидатов они уведомят в течение двух недель. Также, несмотря на то, что повторную заявку можно подавать сколько угодно раз, они просят вас все-таки присылать, когда вы улучшились. То есть, когда ваши навыки стали гораздо выше, на порядок прям, а не просто спамить им заявками, потому что таким образом вы можете попасть в черный список компаний. Это, кстати говоря, касается абсолютно любой компании, они не любят, когда так вот спамят. И также они могут просто пропустить вашу заявку из-за этого. И поэтому они даже говорят, что желательно все-таки с одного имейла в определенный период отправлять всего лишь одну заявку, чтобы она не затерялась. Далее, вы можете подавать свою заявку в команде, но при этом вам стоит понимать, что выбрать могут не вас. И не всю команду возьмут, то есть они могут выбрать какого-то одного человека из вашей команды. И это может быть кто-то другой. И поэтому, да, чаще всего на прослушивание заявки лучше подавать соло, а не в группе, в дуэте и так далее, просто потому что не стоит, наверное, портить отношения со своими друзьями или еще кем-то. Потому что это действительно испортит между вами отношения, если выберут не вас. Либо же, если наоборот выберут вас, а вашего друга не выберут. Также вам важно исполнять песню акапелла, но при этом, если вы играете на каком-то музыкальном инструменте, вы можете себе подыграть. То есть минус использовать нельзя. А вот подыграть себе, например, на гитаре или фортепиано очень даже можно. Ну и также прослушивание состоит из нескольких этапов, поэтому то, что вы, например, пройдете онлайн этап, еще не значит, что вы попали в компанию, стали стажером. И поэтому, да, вам стоит также заручиться поддержкой своих родителей, потому что если вам нет 14 лет, то они обязаны подписывать разрешение на ваше участие в прослушивании. Ну и, конечно же, вы можете использовать немножечко макияжа на своем лице, если хотите. То есть не надо перебарщивать, не надо делать яркий макияж. Ну и также вам желательно владеть корейским языком на базовом уровне хотя бы. То есть, да, вы можете подать заявку не зная корейского, но все-таки, как они же сами говорят, что базовый корейский язык сыграет вам на руку. А теперь давайте непосредственно посмотрим на анкету, которую вам необходимо будет заполнить и отправить. И, кстати говоря, да, что касается момента, если вы допустили какую-то ошибку в анкете, то вы можете им отправить ее заново. Но лучше этим не злоупотреблять и сразу заполнять все верно. Итак, что мы тут видим? Вы заполняете свое имя, вы заполняете свой пол, дату рождения, рост, вес, где вы учитесь, либо же работаете, вашу категорию вокал, рэп, актерство, танцы, музыкальное продюсирование, ваш адрес, ваш телефонный номер, ваш имейл, социальные сети, ваша так называемая карьера, самопредставление. То есть ваши таланты, участвовали ли вы в прослушивании, занимались ли вы чем-то подобным, возможно, вы участвовали в каких-то конкурсах и так далее. Все это вы можете рассказать здесь. Ну и также, собственно говоря, то самое разрешение. Лишний раз повторюсь, кто такой законный представитель? Это ваш родитель, либо же опекун. То есть тот человек, который подписывает все вот эти вот бумажки. И тот, который отвечает за вас до вашего совершеннолетия. То есть тот человек, который по факту решает за вас все. И только он может дать свое разрешение. То есть тот, кто является официально вашим законным представителем. Если этот человек не является вашим официальным законным представителем, то это не прокатит. То есть, например, какая-нибудь сестра не может подписывать подобные документы по той простой причине, что она не является вашим законным представителем. Если у нее нет, конечно же, таких полномочий, то есть нет, допустим, разрешающих документов от родителей, в общем-то, там есть определенные такие вот сложности и заморочки касательно всего этого вопроса, поэтому обычно это все подписывают родители, либо же опекуны. Ну и, конечно же, вы совсем соглашаетесь, что вы представляете эту информацию, что ваши родители соглашаются, что если вам нет 14 корейских, либо же 13 международных лет, то они все это подпишут за вас, что они вам все это разрешили, конечно же, указывается их имя, их контактные данные, все основные данные, ваша подпись, дата, и вы отправляете свою заявочку им на e-mail. Ну, заполняйте все, конечно же, внимательно, потому что тут, в принципе, нет ничего сложного, это стандартная анкета. Ну и, конечно же, да, пишите в комментариях, будете ли вы участвовать в данном прослушивании, потому что оно, в принципе, не ограничено по времени у вас, есть такой огромный запас, но лучше с этим не тянуть, потому что они в любой момент могут остановить прослушивание. Это такая особенность безвременных аудишенов, что компания может просто сказать, окей, все, прослушивание закончилось. И это может быть очень внезапно, поэтому лучше не тянуть и готовить свои заявочки заранее. Ну и, конечно же, да, как я уже сказала, пишите свое мнение, свои желания участвовать в прослушивании в комментариях. Ну, а я вас всех очень сильно люблю. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok